Ничего нет важнее, чем семья. Спорить с этим не стоит. А знаете ли вы, что семьи синих китов чуть ли не самые крепкие в мире? Самец всегда держится неподалеку от самки и не покидает ее ни при каких обстоятельствах. Конечно, у таких гигантов и малыши немаленькие. Детеныш рождается длиной 7,5 метров и массой 2-3 тонны. За сутки маленький кит выпивает около 90 литров молока. За 7 месяцев при таком-то кормлении кит вырастает до 16 метров в длину и толстеет до 23 тонн. А вот в семьях пингвинов самец – яркий пример любящего и заботливого папы. Отправляясь за пищей, самка отдает яйцо пингвину, который прячет будущее чадо в самом теплом месте – под складкой на брюхе. Самец следит за яйцом 2 месяца, голодая и практически не двигаясь. Чтобы сократить расход энергии и сохранить тепло, все папы сбиваются в группу. Как только вылупляются малыши, мамы возвращаются. Несмотря на то, что в стае находятся тысячи пингвинов, самки всегда находят своих партнеров. Спустя еще 2 месяца несколько семей собирают детенышей в колонию – ясли. Присматривают за ними по очереди. Вот львиная семья – прайд. Здесь и добыча еды, и воспитание детенышей полностью ложится на львиц. Сначала они вскармливают малышей молоком, потом приучают к твердой пище, учат охотиться. В обязанности самцов входит только защита территории и продолжение рода. Самый главный в прайде – альфа-самец. Когда львята подрастают, уживаться друг с другом им становится трудно. И тогда молодых самцов выгоняют из прайда. Им предстоит создать собственную стаю. Однако по-хорошему стать альфа-самцом не выйдет. Для этого нужно убить бывшего правителя, а затем и всех его детей. А вот в семье слонов глава – самая старшая самка – матриарх. Стадом она руководит по 50-60 лет. И правила устанавливаются по ее желанию. Так в большинстве семей зародившимся малышом приглядывают все слоны. Особенно, когда маме нужно найти еду. Ни один слоненок не остается без присмотра и заботы. Жизнь прекрасна и удивительна.